Всем привет! Продолжаем прогулки по моему городу Санкт-Петербургу. Вот что пишут на сайте CityWalls по дому номер 14 Набережная Крюкова канала. Архитекторы овсяников Ставицкий год постройки 1912-1914 стиль неоклассицизм, доходный дом в Венге. В 1790-х годах участок домов принадлежал архитектору Василию Ивановичу Баженову. После его смерти в 1805 участок перешелся на Венг, к телу Константину. Константин на месте дома 41 возвел двухэтажный каменный дом. В 1810-е годы участок был продан. Большое шестиэтажное здание, выходящим на набережную, было построено в 1912-1914 годах по проекту архитектора овсяников при участии Ставицкого. Интересно оформление парадного въезда во двор, декоративная колоннада и скульптуру молодых атлант. В этом доме жил Александр Ильич Зелоти, пианист, педагог, дирижер и музыкальный деятель, организатор концертов в Петербурге, учитель и двоюродный брат Рахманинова. У Зелоти бывал молодой Прокофьев. Здесь он познакомился с художником Горобаревым и композитором Старовинским, у которого стал бывать в этом доме соседцев. В этом доме с 1934 по 1971 год жил и работал выдающийся генетик, ученый и педагог Михаил Ефимович Лобашов. Действительно, в это время он здесь жил и работал в Институте физиологии Винни-Павлова. Лобашов стал прообразом главного героя книги «Два капитана» Вениамина Каверина. В 1929-1930 годах жил замечательный артист Меркуриев. Владец дома Венге был известным предпринимателем. Его называли «шоколадным королем». Он продавал лакомства не только в России, но и за границей. В 1917-м делал генеральное консульство Румыния. В 1965-м – прачечная, традиция «Дорга» Октябрьского. Ну вот примерно все, что мне удалось найти на сайте сети «Волос» о доме номер 14 по Наверное Крюково канала. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok